Привет, мои дорогие друзья! У нас сегодня, сразу же предупреждаю, девчачий влог. Сегодня буду показывать новые платья, которые купила, примерять, советоваться с вами. Поэтому, кому не интересны такие влоги, кому не интересна такая тема, пожалуйста, переключайтесь на другие видео, и я предупреждала. По предыдущим видео я поняла, что многим моим подписчикам это интересно, многие с удовольствием смотрят, и мы уже давно здесь как подружки поболтать. Поэтому, конечно же, примерять вместе какие-то новые платья, обсуждать косметику, куда же без этого. В основном я все покупаю онлайн, где мы живем, выбор небольшой, у нас довольно малое количество магазинов. Мы с удовольствием ездим в аутлеты дизайнерские, здесь недалеко у нас находится Фокстаун. У нас городок-то, господи, 20 тысяч человек, поэтому магазины за раз-два я обчелся, я из серии покупаю что-нибудь, ну, совсем-совсем повседневное. Так, обожаю заказывать на Золанда, вот, и заказала за последнюю неделю довольно много очень красивых, интересных платьев, и сейчас вам покажу с удовольствием. Итак, первое платье, у меня еще оно все с этикетками, или ссылку, или просто так показывать. Кажется, я уже стала профессионалом в выборе одежды по интернету, я уже знаю, что будет сидеть хорошо, какое хорошее качество, какое не очень. В общем, в это платье я просто влюбилась. Оно офигенный материал, настоящий лен, на лето идеально, по фигуре сидит идеально. Здесь все хорошо, ни мешком не висит, все подчеркивает. В общем, я прям вообще в таком восторге, в диком. Здесь можно завязать или потуже, или свободней. Я почему-то в последнее время заказываю у себя все, всю одежду стала заказывать бежевого, серого или белого цвета. Вот, черный, просто ужасно устала. Хотела сейчас сделать именно в этой цветовой камне базик. Вот, и мне кажется, что его можно, оно офигенно смотрится и с любыми украшениями, кроссовками, и с какими-нибудь босоножками летними. Ну, то есть вообще, что еще нужно для счастья. Вот, безумно я рада этой покупке. Ценник. Так, ну все. Это платье довольно провокационное. Летом популярно, популярно такие платья из серии нижнего белья под какими-нибудь укромными оверсайз-куртками. Оно вообще просто, ну совершенно невесомое. Так ощущаю, что оно все прозрачное. Мне кажется, оно весит грамм семь. Оно такое немножко слишком секси, поэтому, конечно же, нельзя его одевать с высоким каблуком. Обязательно какую-нибудь простую обувь. Обязательно сверху куртку оверсайз, минимум косметики. И только так его можно носить, чтобы не выглядеть вульгарней. Под какие-то мероприятия с кроссовками, с джинсовой курткой большой, с каким-нибудь пиджаком с большими плечами. Оно будет просто вообще офигенно смотреться. По фигуре села. Это я еще ничего не сняла. По фигуре села. Отлично. Это нужно вам тоже снять. Девочки, а вы мне оцените все платья и скажите, что вам нравится, что не нравится. Сейчас, подождите, я принесу, наверное, джинсовую куртку, чтобы сразу же все посмотреть. А нет, облом. Джинсовая куртка у меня в машине. Но у меня есть такой немножко оверсайз пиджак, который тоже будет хорошо смотреться с этим платьем. Такой пиджак. Кроссовки белые. Идеально. Дальше. Девочки, я в замешательстве. Стоит ли мне делать ссылки на Золанда, где я покупала в описании? Или просто скажу вам название фирм, которые вы уже можете найти, кто из России, кто из других стран. Это платье. Идеально. Вот эти вот такие платьев обожает мой муж. Потому что они такие струящиеся, классические, очень-очень летние. Мне очень нравится. Мне очень нравится, что оно свободное. Мне очень нравится, что можно и с ребенком гулять. Мне очень нравится, что вы просто одете куда-нибудь спойте. Она не требует каких-то аксессуаров. Можно его также обыграть, если какие-то одеть гостоножки немножко на каблуке. За ту цепочку украшение уже будет совсем другой вариант. Или сланцы, какую-нибудь шляпу, соломиную сумку. И это уже такой пляжный вариант. Короче, супер. Среднее мое приобретение на этой неделе. Это такое платье. Я заказываю примерно одинаковые цвета. И модели мне нравятся одинаковые. Одно мне очень нравится. Оно из более плотного материала. Оно прекрасно село по фигуре. Единственная проблема, что она очень короткая. То есть, если она наклоняет все, я вот так вот уже наклониться не могу. Поэтому или в нем просто стоять на какие-нибудь, на какую-нибудь вечеринку или на аперитивы пойти. Или я не знаю. Вот. В общем, насчет этого платья я немножко в раздумьях и немножко в замешательстве. Но, опять же, я повторяю. Все платья я собираюсь одевать с кроссовками. Если вы одеваетесь с кроссовками, минимум косметики, минимум украшений, то все даже такие короткие или открытые платья, они возможны такие в ряды. И они невульгарно смотрятся. Вот. Поэтому мне прям очень нравится. Но вот этот вот момент меня смущает. Вот. Это все платья на этой неделе. Такую это блузка. И я от нее просто в восторге. Единственное, что она короткая. Вот. До такого уровня. И мне приходится одевать джинсы с высокой талией. Джинсы, кстати, с Алиэспресс. Я вам про них рассказывала. Мне кажется, что они сидят офигенно. Они просто и высокие, и в то же самое время хорошо по попе сидят. Но от этой блузки я просто в восторге. Я ее обожаю. Она немножко перекликается с моими платьями. Мне сейчас все нравится. Такими или с полуопущенными рукавами. Или с объемными. Такое настроение у меня, видимо. Вот я в ней сегодня и пойду. Я быстренько-быстренько снимаю видео. Нам нужно выходить уже через 15 минут. И у меня не было времени совсем-совсем, чтобы снять. Я очень хотела с вами поделиться и посоветовать. Напишите, пожалуйста, как вам понравилось. Что вам понравилось. Что вы считаете, что стоит носить, не стоит носить. И я, наверное, пойду сегодня именно так. Вот так вот я собралась. Девочки, вчера не успела доснимать. Пришлось сбежать. Сегодня продолжаю. Решила, что сразу оставлю ссылки для тех, кому будет интересно, где я заказывала. Но также покажу просто ценники и названия брендов. Проверила сегодня. И, к сожалению, некоторые уже сняли с продажи. Хотя мне привезли буквально 3-4 дня назад. Я сегодня проверяю, чтобы оставить ссылки и чтобы сделать линк. И оказывается, что уже их невозможно заказать. Ну, может быть, в каких-то других магазинах, если вам понравится, вы сможете заказать. Поэтому название я все-таки оставлю. Меня спрашивали, как я одеваюсь дома. Дома в основном я одеваюсь какие-нибудь короткие шорты и обычные майки. И вот, на примере тоже это, кстати, заказывала из Золанда. Вот эти вот шорты очень мне нравятся. Они говорят, что это вообще самые сексуальные шорты на свете. Длина регулируется. Можно сделать покороче, можно сделать подлиннее. Кому как удобно. Мне удобно, потому что это очень приятный материал. И они свободные. И в них просто безумно удобно. И майки я покупаю. Какие-нибудь просто дешевые хабешные майки. Чтобы было приятно коже, было приятно телу. И топотульки. Когда прохладно, то шорты превращаются в штаны. Сейчас у меня на лице BB-крем, под глаза, Т-область и тени, и хайлайтер с румянами. Блин, нужно было показать, как я это делаю. Потому что реально делаю всё за пять минут. Ладно, продолжаем по поводу платьев сейчас, договорю. После вот этого вот видео... Или показать поподробнее платье, в котором я снимала этот ролик. Я его ни разу не одевала, но оно у меня уже висит два года. Отлично выглядит, но не очень удобное в носке, потому что оно очень в облипку. Но сейчас вам покажу. Вот так оно выглядит. Я его тоже заказывала онлайн. Мне нравится, как оно делает фигуру. И мне нравится, что оно немножко скрывает животик из-за... Даже не пояс, а просто элемент декора. И поэтому, даже если у вас есть небольшие проблемы... У меня сейчас... Это единственная проблема, потому что после беременности до сих пор не могу накачать живот до предыдущего состояния. Но ничего, это дело времени. Такая модель платья. Когда какой-то элемент декора именно сосредоточен в этой области, а все остальное подчеркивает достоинство, оно смотрится идеально. Оно довольно длинное, то есть оно идет ниже колен. Когда у вас, допустим, верх платья довольно открыт, должен быть закрыт низ. То есть должен быть какой-то баланс. Если открыто все, то выглядит фульгарно. Поэтому короткие платья нужно обязательно приглушать какими-либо спортивными элементами, бесформенными или кроссовками. По поводу этого платья я хотела сказать, не помню, говорила ли я вам вчера, вот такие вот бирки сейчас стали делать. Как оказалось, многие заказывают платье. Когда ты заказываешь на Золанда, то ты можешь потом вернуть, не оплачивать, а просто тебе счет выставляют. Если ты берешь платье или какую-то одежду, то ты оплачиваешь счет. Если ты не берешь, то ты просто возвращаешь, обратно запаковываешь и отправляешь на почту. И очень многие стали, я бы даже не додумалась, мне не рассказать, что они, девочки, заказывают кучу всего. Вот, допустим, заказывала она платье, она пошла куда-то, вышла в свет в нем, а потом вернула и все, в принципе. В новой обновке покрасовалась и в то же самое время не заплатила за это, как взяла в аренду, но бесплатно. Поэтому вот сейчас стали делать такие ленты, на которых написано... Короче, написано, что не может быть этот наряд возвращен, если будет снята эта метка. Это очень прекрасно написано. Удали эту метку, и тогда я не уйду от тебя, и я твоя навсегда. Да, платье говорит, значит, размер этого платья 36-й. Сами хотела оставить ссылку, но его уже нет в наличии. Я могу сказать, что я в это платье абсолютно влюбилась. Оно мне просто нравится. Да, морире. Я не знаю, что мне нужно ямки отрегулировать. Еще одну вещь просили меня показать поближе. Это вот этот вот потрясающий костюмчик. Он у меня уже, по-моему, два лета. И в топ-шоп я уже говорила, что я не люблю дорогую одежду. Мне лучше, чтобы она была недорогая, но я могла бы ее часто менять, покупать что-то новое, не затаскивать, а обновлять и освежать гардероб постоянно. Этот костюм я одевала нечасто и сохранила его до сих пор. Очень он мне нравится. Я, кстати, поставила себе, пообещала, что в этом году я не куплю ни одной черной вещи себе. Так, у меня, когда я посмотрела на свои шкафы, там просто одни черные вещи. Ну, не одни, но где-то 80% гардероба было. И все, теперь я не покупаю ничего черного. Довольно он закрытый, в то же самое время открытый. Это топ-шоп. И я не знаю, есть ли он сейчас в продаже. Скорее всего, нет, потому что такой масс-маркет, который обновляет довольно часто свои линейки. Еще на каждый день я взяла себе такое очень простое платье, которое можно быстренько одеть. И по-спортивному, с кроссовками, летом, с коляской, мне с малышкой. Или в магазин пойти, за продуктами, или просто по магазинам, или просто прогуляться. Ссылку я посмотрю, если она еще есть в наличии. Я тоже заказывала на Золанда. Я заказываю себе, кстати, в основном всегда размеры 34-36, в зависимости от марки. Кто спрашивал, рост у меня 171, вес у меня сейчас 52-53 килограмма. Сегодня взвешивалась в Инстаграм, показывала. И купальники я вам пока не готова показывать, хотя тоже назаказывала себе много. Дорогие мои, скажите, пожалуйста, если вам понравился такой девчачий влог, поставьте пальчик вверх, потому что попросили для меня побольше именно таких девчачьих посиделок, болталок все-таки, как с подружками, что можно обсудить и померить, и примерить все вещи. Решила, что буду делать иногда раз в пару недель такие прям примерочные видео, показывать вам какие-то интересные новинки, которые я нашла. Часто меня в Инстаграм спрашивают, где купила, откуда заказала. Здесь все буду рассказывать и показывать. Желаю вам прекраснейшего дня, обнимаю вас. Спасибо большое, что были со мной, что провели со мной это время. Вот, и скоро увидимся. Пока-пока. Пока-пока.